Коррупция остается глобальной проблемой в среде таджикских чиновников. В Таджикистане растет число безработных. Мэрия Бишкека выделила 3 млн. сомов на режиссерскую постановку на Новый год. Организация экономического сотрудничества и развития ОИСИДИ опубликовала отчет о коррумпированности таджикских властей. Согласно докладу организации, коррупция, как и бедность, остается одной из основных проблем в Таджикистане. Отчет антикоррупционной реформы в Таджикистане был презентован в конце уходящей недели в ходе визита экспертов ОИСИДИ в Душанбе. При этом директор агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Сулеймон Султанзада 9 декабря не прокомментировал отчет международных экспертов. Эксперты ОИСИДИ сообщили, что таджикские власти ежегодно анализируют уровень коррупции в госучреждениях путем опроса. И результаты анализа свидетельствуют, что уровень коррупции в стране до сих пор является очень высоким. В индексе восприятия коррупции, который опубликован исследовательской организацией Transparency International в июне этого года, Таджикистан занимает 152 место среди 175 стран. Эксперты отмечают, что коррупция широко распространена на всех уровнях таджикского общества. Напомним, что согласно данным независимых экспертов, каждый второй гражданин Таджикистана как минимум один раз в жизни давал взятку государственным служащим для решения своих проблем. В Таджикистане наблюдается стремительный рост безработицы, причем ряды безработных пополняют трудовые мигранты, которые вернулись из России. Эксперты предупреждают о необходимости решения проблемы, в противном случае это обернется серьезными проблемами для властей, особенно с учетом того, что массово вернувшиеся мигранты являются политически активной частью населения. Согласно докладу Всемирного банка, диагностика о создании рабочих мест в Таджикистане, стратегические направления по созданию рабочих мест, доля потенциальных предпринимателей, пытающихся начать свой бизнес, является очень низкой, всего 11,8%, что свидетельствует о значительных барьерах на пути предпринимательства, в первую очередь налоговых. На сегодняшний день 60% населения страны являются трудоспособными. Мэрия Бишкека заплатит 3,3 миллиона сомов, около 48 тысяч долларов, режиссеру новогодней постановки на площади Аллатоо. Об этом сообщили на портале государственных закупок КАЭР. Управление культуры мэрии Бишкека объявило тендер на приобретение услуг режиссера-постановщика для подготовки и организации трех новогодних мероприятий «Зажжение елки» 15 декабря и «Утренние и вечерние блоки» 31 декабря. Стоит отметить, по данным Международной организации ЮНИСЕФ, 75% детей в Кыргызстане не имеют доступ к дошкольному образованию и развитию. 13% детей страдают от хронического недоедания, что является прямым признаком бедности. Уровень детской монетарной бедности составил 46%, детского труда – 26%. Уровень детской монетарной бедности составил 46% детей в Кыргызстане в Кыргызстане в Кыргызстане в Кыргызстане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова